Пока часы били 12, а новогодние столы искушали своим разнообразием, подсчитывать, сколько затрачено на праздничную феерию не хотелось. Отмечают самарцы и добавляют. Первый рабочий день после каникул, как встреча выпускников, когда все немного прибавили в весе, но по-прежнему рады друг друга видеть. Впрочем, возвращение в реальность для некоторых оказалось суровым испытанием. Семейный бюджет пострадал однозначно, плюс подарки. Как-то будем затягивать пояса в январе. По данным социологов, среднестатистический россиянин тратит на новогодний стол от 10 до 27 тысяч рублей. Почти 84% опрошенных предпочитают традиционный стол с большим количеством еды и напитков, и лишь 16% устраивает легкий фуршет. Интересно, что второй вариант выбирают люди в возрасте от 25 до 34 лет. Почти четверть из них отметили, что не любят тратить время на приготовление различных блюд. Исходя из общей статистики, жители Самары гуляли скромнее. Средний новогодний стол обошелся в 5-7 тысяч рублей. На компанию из 15 человек тратили чуть более 20 тысяч. Впрочем, самарцы с другими жителями России схожи в одном. В период новогодних каникул горожане много гуляли, спали и, конечно же, ели. Салаты, горячее, картофель, курицу, торт, чай, конфеты. Я манты делала, какие положенные. Как обычно, половину выкинули. Отдельной статьей расходов шли подарки, которые покупали для детей, близких и друзей. Жители Самары чаще всего дарили товары для домов, фужеры, книги, косметику, сертификаты в салонах красоты, скидочные карты в гипермаркеты и, что интересно, нижнее белье. Были и оригинальные презенты. Мы играли в Тайнову Санту. У нас вся компания дарила случайным образом подарки друг другу. Что мне подарили, не скажу, но вещь полезная. Мне подарили на стуле всякие, на кедушке. Все хорошо. Как-то на Новый год подарки у нас не заведено дарить. Детям только, а взрослым как-то нет. Знаете, я дарю денежку всегда. Потому что дети, и они знают, что им надо. Дарили книги, вкусняшки всякие, шоколадки. Традиционные застолья в этом году в основном выбрали респонденты старше 35 лет. Те, у кого есть маленькие дети, приглашали домой Деда Мороза и Снегурочку. Отдельная часть самарцев, примерно 3-5% от числа опрошенных, предпочли встретить Новый 2022 год за границей. Самыми популярными туристическими направлениями стали Чехия, Германия, Таиланд, Турция и Дубай. Ольга Павлова, Константин Головин. События.